Девушки отдыхают Нет, Лара, мы не можем Но ты нужен мне Подожди, подожди, дверь Расслабься Не беспокойся, милый Расслабься Расслабься И вспомни уравнение Я не должен Это секрет Оно основано На уравнении Эйлера Надо применить Что ты спросил о меня Что? Продолжай Продолжай, милый Мне нравится наблюдать, как работает твой мозг Скорость равна Дельта Х умножить на дельта Т Оставь меня Отпусти Ты должен закончить уравнение Т равно Двенадцать Минус Ю Умноженное на Т В квадрате Хорошо Тогда Эл равняется Эл равняется Еще немного С в квадрате Очень хорошо, Дед Как давит голову Я заберу снимки На память Что ты со мной сделала? В 1564 году Настрадамус предсказал Что три страшные волны Уничтожат Землю Первая волна уже здесь Меня зовут Кайт Фостер Это мои дневники Мою жену убили И навесили на меня убийство Сейчас я в бегах Но не прячусь Следуя указаниям Книги Настрадамуса Я ищу их Я охочусь за ними Я остановлю Первую волну Первая волна Мата Хари Катрин 6, 8 век Там, где башни слоновой кости Сходятся с морем восточным Падут деревца познания Под тяжестью колючей красной розы Если верить безумцу Эдди Башни слоновой кости Здесь, в Бостоне Юн Эйнштейн В Национальном институте Прикладной математики погиб Его кровь пузырилась Словно содержимое банки Содовой Если ее сильно встряхнуть Ходили слухи Что он работал Над каким-то секретным проектом Теперь им понадобился Новый чудо-мальчик Все-таки я попаду в колледж Мама гордилась бы мной Мог бы позвонить Эллиот, я ждала два часа Пока ты заедешь за мной Я забыл Как ты мог забыть? Ты в уме просчитал параметры Запуска спутника на орбиту И параметры планет Да Ты помнишь параметры планет И забываешь обо мне Всем доброе утро Новый гений Вот-вот появится Кейт Лич Что ж, разбрасывай конфетти Я растелю красный ковер А Хэнк пусть бьет в барабан Эллиот, помнишь в нашем разговоре Через два дня испытания У нас ничего не готово Он должен завершить работу Теда Никто не сможет заменить Теда Тед был гениален Но и этот парень Кович его стоит Защитил диссертацию по квантовой физике в 16 Стал членом ученого совета в 20 Почитай его резюме Как только выдастся свободная минута Если повезет, он просчитает Доплеровские частоты, на которых ты застрял Я не застрял, мне нужно больше времени А вот и наш новый вундеркинд Входи, Кейт Я доктор Аленсон Это Генри, это наш ассистент Очень рад Привет, зови меня Хэнк Не специализировался в математике Жаль, уравнение основа нашей работы Это Эллиот Дрейк Вы будете вместе работать над программой спутниковой связи Если он потянет Ладно, тебе Эллиот Доктор Тенант сообщил нам по электронной почте Что мистер Лич способен решить любую проблему Ладно, если он так гениален Пусть справится с этим Незаконченное уравнение Теда Большая Р Маленькая П на 2 в квадрате Волнистая черточка 1 черточка Е в квадрате Где вы нашли этого чудика? Большая Р Маленькая П Знак равенства Радиус равняется 6, 3, 5, 6, 9, 1, 2 С меня хватит Мистер Лич У меня создалось впечатление Что вы не готовы к этой работе Ладно Вот в чем загвоздка Искомая величина Эл Лангран-Гиана По теории Брансдика Не может быть выражена как часть уравнения 1 Доплер Равняется Минус 2D Роберт Лямбда D D Получилось Кейт Вас сам Бог послал Кейт Устрой его в соседней комнате Эллиот Кейт поможет тебе с расчетами Пора готовиться к испытаниям Он и один со всем справится Извините Эллиот Не обижайся на Эллиота Рад, что ты с нами Фостер Слышишь меня? Не волнуйся, я поправлял наушник Смотри, не потеряй его А то тебя разоблачат в два счета Ты долго не отвечал, что случилось? Давно не решал уравнения Похоже, Хэнк слабое звено Наверняка она расскажет нам о Тедди Да, я не только о нем надеюсь Это не разработка спутниковой связи Ты рассчитывал геостационарные орбиты Это значит, что спутники должны обладать высокой маневренностью Готов поспорить, это военный заказ Притормози Нет, я в этом уверен Прости Я не тебе Иногда я слышу голоса, они разговаривают со мной Это и есть мой гений Наконец-то проявил уважение Проблемы с Эллиотом Трудно не заметить Нет Никаких проблем Это неправда Он всегда был несносным Тогда почему ты с ним? Западая на мужчин, которых не могу разгадать То есть наглых и эгостичных? Нет Эллиот Один из умнейших людей в Америке А посмотри на меня Смотрю Эллиот Дрейк тебя не достоин Спасибо за поддержку Хэнк, подожди, нужна помощь Доктор Аленсон просил меня забрать тетради Теда А я сегодня уже дважды заблудился Пошли Мы жаль парня Установили причину Коронер сказал, что в его крови был азот Это происходит из-за падения давления Он умер от кровоизлияния От декомпрессии Когда давление резко падает Такое бывает с ныряльщиками По-моему, Тед даже ванны никогда не принимал Давай скорее мне здесь не по себе Параметры станции слежения Расчеты траектории Военный заказ Я же говорил Дружище, мы на верном пути Мне сказали, что мы работаем над системой спутниковой связи А похоже на военных Точно не знаю, это секретный проект Не нравится мне все это, Хэнк Как Эллиот воспринял смерть Теда? Он расстроен Скорее встревожен Словно какая-то мысль не дает ему покоя Я знаю эту девушку На прошлой неделе в Бали Она клеилась к Эллиоту Первое попадание, Фостер Выпей пиво за мой счет Пиво, пожалуйста Кейт Лич Я искала тебя Откуда вы знаете мое имя? Новая звезда секретного проекта Считаю своим долгом знать А чем вы занимаетесь, мисс? Называй меня Ларой Изучаю философию Ищешь ответы Уж тебе-то известно Ответы порождают новые вопросы И в этом суть философии Попробуй догадаться Твоя философия заключается в том, чтобы проникнуть в тайны проекта Что я могу сказать? Люблю умных мужчин Говорят, тебе удалось решить уравнение Теда Экмана Нужно минимизировать сумму величин между наблюдаемыми и расчетными Нужно лишь найти Вычислить эту чертову штуку Тебе-то какое дело? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Я хочу знать то, что ты знаешь Ты что-то скрываешь? Кейт, что происходит? Я беглец Меня разыскивают за убийство Ты самозванец? Да, самозванец Что происходит? Они разрушили мою жизнь Убили женщину, которую я любил Фостер Фостер Фостер, заткнись Что ты делаешь? Фостер, что происходит? Ответь мне Ты слышишь меня? Фостер Эллиот по-прежнему не отвечает Думаешь, он с ней? Этого я боюсь Больше всего Эта женщина обладает властью Как и все красивые женщины Я о другом Когда Лара подошла ко мне в баре Она словно Словно заглянула в мой мозг Уверен, что не в штаны? Прости Она отбила у меня Эллиота Послушай, Хэнк Эта женщина опасна Она сделала своей мишенью Теда И он умер Потом переключилась на Эллиота Теперь на меня Что ей нужно от Эллиота? Во всяком случае, не любви Будешь дождаться его смерти, чтобы выяснить это? Поспрашивай о спутниках Хэнк Ты что-то не договариваешь об этом проекте? Нет Я знаю только то, что мне говорят Как-то доктор Аленсон назвал это проектом G7 Обозначение военного проекта Все еще не отвечает Почему ты не пригласил домой Лару? Мог бы Когда она проникает в мозг, трудно устоять перед ней Так почему ты не пошел с ней? Лара узнала, что я самозванец Фостер, что ты делаешь? Не понимаю Я не имею степени Число Пи мне ничего не говорит Не смей Ты решил уравнение Теда Я сама видела Не больше трех человек в мире способны на такое Ты права Послушай меня, Фостер И один из них на другом конце провода Фостер, тебя разыскивают за убийство Держи язык за зубами Ты работаешь на полицию? Нет, на себя Нет В смерти Теда повинны те, кто убил мою жену Я не могу ничего объяснить Но мне нужна твоя помощь Ты должна верить мне Я западаю на тех Кого не могу разгадать И ты в их числе Спасибо Послушай, может я лего дома И просто не поднимай трубку Отвезешь меня к нему? Ладно, поехали Хочу поговорить о том, что произошло в прошлый раз Что произошло? Ты довел меня до экстаза Послушай Не считай меня идиотом Ладно? Ты знаешь, о чем я? Нет, не знаю Я не считаю тебя идиотом Моё тело Твой мозг Слияние красоты и интеллекта Кажется, ты так говорил Так? Не совсем Я даю тебе То, что ты хочешь Дай мне то, что нужно мне Секретный код 483 406 Что значат эти цифры, Эллиот? Тету Ильямс Доступ к бортовой компьютерной системе Боевая позиция Попробуем еще раз Код Пожалуйста, не останавливайся Остальное, Эллиот Поспеши 28 14 4 Спасибо, Эллиот Нет, пожалуйста Не уходи Останься Что ты со мной сделала? Моя голова? Как больно Пожалуйста, прекрати это Прошу тебя Прошу Кейт, открой дверь Господи, Эллиот Эллиот, что с ним? Герой-любовник развлекался с Ларой И получил свое Спасти его может только кессонная камера У него эмболия Нужна кессонная камера Здесь неподалеку Есть лаборатория морской биологии Помоги мне, давай Давление нормальное Можете поговорить с ним Хэнк Что ты здесь делаешь? Он спас тебе жизнь, Эллиот Ты был с Ларой, верно? Как ты узнала о Ларе? Послушай, она управляла мной Клянусь Я словно видел себя со стороны Я делал и говорил то, что она хотела Что ты говорил? И что ты делал? Я не хотел заниматься с ней сексом Правда? Наконец-то Я раскусила тебя, Эллиот Сукин, ты сын Хэнк Ты умеешь обращаться с дамами Перейдем в дело Это не спутники связи, верно? Оставь меня Полагаю, это какой-то государственный проект Если так, ты передал Ларе секретную информацию Говори, может, я сумею помочь тебе Что это за проект? Что мы испытываем завтра? Помоги мне Или я уйду Хорошо Увидимся Подожди Это проект агентства национальной безопасности Это в самом деле спутники связи Но у них есть и другие функции Функции? Какие функции? Каждый из них имеет ядерную боеголовку И систему запуска Что ты сказал, Ларе? Я назвал ей коды запуска Спутники с ядерными боеголовками? Вот на что идут мои налоги Ты не платишь налогов, Эдди Ладно Вот моя теория Правительство финансировало создание новой системы вооружения Инопланетяне узнали об этом И послали эту красотку выведать коды запуска Она одна из них Нет Предупреждаю последний раз Уходи Нет, пока не узнаю, кто ты Я знаю, кто ты Кейт Фостер Тебя разыскивают за убийство Я прочла твои мысли в баре И знаю, что ты невиновен Ты хороший человек В наше время это редкость Но если ты останешься Меня заставят убить тебя Если ты можешь читать мои мысли То знаешь, что я не отступлю Я знала, что ты это скажешь Поэтому вызвала полицию На помощь! Это он, Кейт Фостер Стой! Стой! Эдди, найди карту Я на центральной площади Скорее, Эдди Ксеверод кафе здания Это спорткомплекс Позади переулок Здание слева За ним переулок Давай туда Он выведет тебя Прямо на стоянку Сюда Фостер, кто-то пытается взломать мою систему защиты Коды расшифруют через 10 секунд Я должен отключиться Или меня выследят Ты остался один, приятель Ребята, спокойно Ребята, спокойно Я долго ждала этой встречи Хватит болтать по телефону Кейт Фостер Кейт Фостер Проходимец Проходимец Убийца Беглец Я не утверждал, что я совершенен Тебе удавалось скрываться Но ты совершил тактическую ошибку Вторгся на мою территорию Кто вы? Болковник Грейс Совет национальной безопасности Что тебе известно об этой женщине? Секс с ней небезопасен Лара Корченко Украина В 79-м году Телега весом 1200 фунтов Придавила ногу ее отцу Лара подняла телегу Одним взглядом Мы заключили сделку с ее родителями Вы купили ее у них Она проявила необычайные способности К операциям в духе Матехари Вопреки воле человека Могла вытянуть из него любой секрет Вы превратили ее в убийцу Я сделала ее профессионалом Но очевидно Она так и не смирилась с тем Что ее насильно оторвали от семьи Не могу винить ее Во время подготовки Лара Лара убила троих моих людей Потом ее услуги Перекупили другие Кто же? Инопланетяне? Это твое досье Из управления криминальной полиции Обрати внимание За тобой не числится убийство Ты не виновен Я в самом деле не виновен Это твой шанс обрести свободу Другого не будет Схвати Лару Корченко Мне она нужна живой Если вы не нашли ее Что могу сделать я? Твое появление было предсказано Ты ведь веришь в такие вещи, Кейт? Мы закончили Кейт? Наконец-то Мы выбились из графика подготовки Привет, профессор Какого черта? Здесь нельзя находиться Я почти закончила Это секретные коды Уберите руки, пожалуйста Привет? Привет? Кто здесь? Антатей Полагаю, ты все рассказал доктору Аленсону Не собираюсь тебя подставлять Почему ты решил помочь мне? Красотка Лара, где она живет? А, тебя достала? Стерва Подошла ко мне в баре Не знаю, где она живет Она сама приходила ко мне Меня это устраивало Ты испугался, когда я вошел? Кого ты ждал? Кого? Лара сдавила мою голову Неразвлечения ради Она хотела убить меня Я это чувствовал Думаешь, она вернется завершить начато? Она получила всю информацию Зачем ей убивать меня? Потому что ты можешь перепрограммировать спутники Ты представляешь для них угрозу Для кого? Неважно Я постараюсь выручить тебя Во сколько они вчера закрыли лабораторию? В десять До тех пор ты в безопасности Она не рискнет прийти сюда раньше Я вернусь до закрытия Это новейшие компьютеры Их система защиты превосходит те, что используются в ЦРУ и НАСА Проще говоря Нужен пароль Тебе он известен? Нет, знает только Эллиот Пароль все время меняется В зависимости от того, каким комиксом он зачитывается Остался один шанс В случае неудачи сработает сигнал тревоги Эллиот ухлёстывал за Ларой Кто в комиксах Казанова? Получилось Отлично А теперь что? Эти спутники предназначены не только для связи Аленсон сказал, что завтра будет испытание системы Такое испытание Включение программы имитации Но она заблокирована Возьму справочник Доктор Аленсон Что нам делать? Сейчас ничего Надо сообщить об этом Мы так и сделаем, Хэнк Но не сейчас Полицейские не смогут исправить то, что сделала Лара Ты сможешь Начнем Демонстрационное испытание Это не система национальной безопасности Это система планетарной безопасности Против чего? Астероидов? Нет Против вторжения инопланетян Подожди Что-то не так, боже Лара запрограммировала систему на самоуничтожение Ядерный дождь после такой серии взрывов убьет сотни тысяч людей Включая нас Так Лара пошла через сервер электронной почты Ей удалось обойти защиту, используя эту программу Если она проникла в компьютер через телефон, что ей было нужно в лаборатории? Она хотела помешать нам Вручную загрузила гигабайт защиты и антивирусные программы Если мы не прорвемся, отсчет будет продолжаться У нас несколько часов На это уйдут дни Здесь тоже есть пароль? Безусловно Наверняка Лара выбрала буквенно цифровой код Нам его не разгадать Мы заставим ее Почти десять Идем Субтитры создавал DimaTorzok Спокойной ночи, милый Выпусти меня отсюда, Кейт Сначала назови пароль Кейт Выпусти меня Толкай Берегись Хэнк, дай цель Надеюсь, теперь ей не пробиться Лара Тысячи людей умрут Назови пароль У меня нет выбора, Лара Я сделаю то, что ты сделала с ними Увеличу давление Нет Назови пароль Назови пароль Ты выдержала высокое давление, Лара Ты выдержала высокое давление, Лара А если оно упадет? Назови пароль Назови пароль Подними давление Назови пароль Лара Кому ты продала свои услуги на этот раз? Они идут Тебе их не остановить Неужели стоит умирать из-за них? Назови пароль Четыре Зебра Три Три Альфа Чарли Шесть Девять Выпусти меня Три Джигит Одна Прим過去 Четыре суд Одна 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 Субтитры делал DimaTorzok Отпусти меня Ты убила двоих Я сожалею о том, что произошло с тобой, Лара Выбирай, кому доверять Кейт Фостер Это последний Не могу поверить, что все кончено Я свободен Спасибо, Ханк Теперь я должна позвонить в полицию Доктор Аленсон Да Кейт Да Нам есть что отпраздновать? Буду рад Но сначала мне нужно позвонить Давно мы не виделись Ханк Мы можем поговорить? Послушай Я был полным идиотом, признаю Что правда, то правда Я хочу извиниться Если я могу что-то исправить Если ты позволишь мне Я знаю, ты искренне этого хочешь, Лед Я верю тебе Но ничего не выйдет Ясно О чем шла речь? О моем самоуважении Алло Кейт Лич там? Да Это тебя? Алло Фостер, это Эдди Пришлось искать тебя по телефону Генриэйты Линия защищена Что случилось? Я проверил досье в Чикаго Ты по-прежнему осужденный Ты должен исчезнуть, Фостер Тебя разыскивают Пока, Хэнк Если тебе дают свободу Ты не обретаешь ее Ты должен завоевать ее сам Спросите Лару Караченко Или меня Это послужило уроком И с Фостоном мне пришлось снова спасаться Бегством Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok